здравствуйте вы смотрите канал и вязание меня зовут июля сегодняшнее видео я хочу посвятить результатам моего вязального года и поделиться какими-то наблюдениями которые для себя почерпнула за предыдущий год это был для меня первый вязальный год и я постараюсь все рассказать что со мной произошло как шли продажи как и продвигала свой аккаунт как я старалась привлечь покупателей что мне из этого выходила месть будет не такая небольшая подсказка я буду заглядывать потому что могу запутаться каких-то своих рассказов постараюсь сделать свое пояснение кратким четким без какого какой-то лишней информации и давать это без промедления я сейчас и начну сегодня у нас весна сейчас март месяц начала я вязать ровно ну практически год назад заказала первую свою партию пряжи в январе и с этого месяца с предыдущего года у меня началась моя вязальная история почему я начала вязать шапки но исходя из того что свитера я в принципе пулловеры смогла бы вязать но так как это большие стили сложно реализуемые может быть трудная посадка по фигуре это для меня не подходило изделие носки я в принципе не хотела с ними связываться слишком так замудрена я пробовала вязать игрушек думала остановиться выбор на них и даже несколько штучек у меня были вырезаны я их размещала у себя в личном инстаграм инстаграме в аккаунте но поняв что это слишком трудоемкий процесс потому что одна игрушка может по времени занимать лично у меня пусть может быть опыт был не такой продолжительный я бы это делала быстрее но тем не менее я могла игрушку вязать два-три дня ну такого такого среднего размера потому что нужно помимо того что связать отдельные части тела нужно набить ватой синтепоном потом она сшить потом пришить глаза вообще как-то ее преобразить я поняла что это не для меня это слишком невыгодно игрушки задорого не продаж про мастер-классы я тогда еще и не знала еще и не предполагала что можно это делать и вообще что-то кому-то будет может быть необходимо вот следующее это было шапки аксессуары по моему мнению потому что шапку в итоге получается связать при моем режиме за один день один день два дня зависимости вот толщины пряжи загруженности в принципе бытовой и я решил вязать аксессуары потому что может быть оперативно и можно более-менее заработать на производстве этих аксессуаров значит я повторю что я в январе я купила большое количество пряжи это было прямо такая очень серьезная большая покупка пряжи было тысяч на 10 ну под тем год назад хоть это недавно но год назад это было точно много пряжи сейчас уже произошло повышение цен тогда это у меня был такой большой ящик коробка и если вы посмотрите вместе видео что это навязала за летом я поставлю ссылочку из этой пряжи собственно были связаны многие мои аксессуары которые я в итоге пыталась продать когда я стала продумывать модели шапок я остановилась выбор на простых каких-то изделиях там были бы тыковки либо лицевой гладью с резинкой ну связь тем что это смотрится современно стильно косы я тогда честно говоря и не любила и это трудоемкий процесс как ни крути и вязать их гораздо дольше чем обычную лицевую гладь и соответственно это менее выгодно меня оперативно получается производство и я решила вязать то такие простые изделия сделав ставку на качество пряжи на качество самого сырья именно тогда я узнала о дорогой пряжи чем он отличается от ну какого-то среднего сегмента и поняла что это конечно большая при большая разница начала я вязать на наличие все что у меня было я все извязала я не стала оставлять пряжу впрок чтобы предлагать моток клиенту вот местном отличие какой-то моток я вам ее свяжу нет я стала вязать все мотки у меня получилось ну порядка 30 40 шапок я сейчас уже не помню и все они были примерно одинаковые тыковки либо бини и также у меня был детский ассортимент у меня получилось немножко детских шапок я решила все-таки сосредоточиться на взрослых она как-то так само по себе получилось в итоге я продала только одну детскую шапку у них наличие было около семи номинований шапок снудов вот комплект если считать по комплектам родила только один и пока что все и пока я сосредоточилась на взрослых изделиях в марте месяце прошлого года я создала отдельный аккаунт который был посвящен моим вязаным аксессуаром вначале я свои изделия выкладывала личном аккаунте на поняла что это не профессионально что это ну у меня там подписаны мои друзья например может быть и мне интересно смотреть на мои изделия мои аксессуары я решила сделать отдельную страницу и сделав на личном аккаунте ссылку о том что я занимаюсь в том числе аксессуарами помимо аккаунта в инстаграме я создала страницу в ярмарке мастеров на ярмарке мастеров там размещалась везде как бы размещение на этой площадке платное зависит от того какое количество работ вы выложите своем магазине у меня вначале было 25 потом я замела магазин для 40 работ я честно говоря не помню сколько стоит размещение на ярмарке мастеров потому что в итоге я отказалась от площадки у меня там состоялась только одна продажа это как раз была весна прошлого года детский комплект и больше продаж у меня там не случалось и я решила отказаться потому что размещение платное нужно продвигать себя и там мне не покупали мне еще кажется потому что мои изделия для ярмарки мастеров дорогие я не уверена что это право правильное мнение у меня вот я в итоге остановилась только на аккаунте instagram и еще создала на фейсбуку на фейсбуке страницу и когда размещаю фотографии в инстаграме автоматически ставлю галочкой и они загружаются в мой фейсбук профиль летом мне ничего не покупали летом я продолжала обязательно наличие то есть у меня получается весной прошлого года состоялась одна продажа как бы со стороны купил посторонний человек и два изделия из наличия у меня купили мои подруги все и прошлый год на этом закрылся следующий вязальный сезон он обычно начинается ну кого как ну скажем сентября до с осени моя первая продажа в прошлом году состоялась середине аж октября и это это продажа состоялась только после размещения рекламы в директ в инстаграме все лето когда я вязала наличие я посвятила в том числе повышение своих каких-то профессиональных навыков ведения инстаграма я старалась писать красивые ну училась писать тексты которые нужно размещать под фотографиями в инстаграм я тренировалась фотографии потому что нужны исключительно красивые фото я сравнивала свои первые фотографии ну скажем с аккаунтами профессиональными которых там 80 100 тысяч подписчиков и стала старалась дотянуться до их уровня чтобы мой аккаунт был конкурентен чтобы его было интересно смотреть зрителям которые могут подписаться примерно так также я поняла что в инстаграме не нужно писать о себе вот если ты ведешь страницу для продажи нужно писать о том на этой странице что может заинтересовать твоего клиента то есть если я вижу шапки то мне и я посвящаю свою страницу покупателям шапок аксессуаров то мне не нужно писать о том что я купила где-то пряжу я ее сваляла например кончики я ее когда там зашила как я вязала как долю как долго я вязала что у меня там петля потянула или еще что то нет если вы посвящаете свою страницу покупателям строите страницу как магазин то нужно рассказывать о том что будет интересно покупателю ваших аксессуаров например рассказывать как хранить ваши шапки ваши вязаные изделия как их стирать с чем их можно скомплектовать с каким видом одежды под какой сезон вы предлагаете ту или иную модель ну и так далее то есть рассказывать о том что может быть заинтересно клиенту ну естественно подкладывая какое-то свое изделие например вот эта шапка подходит на весну почему потом по той причине что не такой состав она вот таких весенних цветов она больше подходит к этому сезону если у вас есть весеннее легкое пальто то эта шапка вполне может подойти ну и так 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 далее я старалась всего этому натренироваться учиться как-то мне это конечно получалось потому что не делал ничего не получишь ничего в августе я в августе я участвовала в марафоне фото марафоне он состоял из трех этапов с трех фотографий ну я не могу сказать что он для меня то есть я там не продвинулась в плане своей карьерной лестнице в плане привлечения подписчиков на его стране на свою страницу но я стала когда стараться лучше еще фотографировать все равно вот такие конкурсные какие-то участия они стимулируют тебя на больший рост я познакомилась с интересными вязальщицами как-то стала понимать что можно еще общаться в инстаграме на какие-то свои внутренние темы вязальные нет не столькими девочками познакомилась мне стало то очень интересно вот что касается продвижения вот в инстаграме я поняла что мне еще также не хватает профессиональных съемок на модели либо вот студии либо на улице ну денег на фотостудии я не хотела тратить и на каких-то фотографов я попросила своего хорошего друга он занимался свое время фотографии у него есть профессиональное оборудование у него есть профессиональный опыт умение владеть этой техникой я попросила сфотографировать меня и в итоге мы взяли все мои шапки какие ну как я предполагала это у меня получается рюкзак большой пакет сменная одежда палантины какие-то шарфы чтобы был немножко разный образ потому что в одном том же это была бы скучная съемка и мы пошли в парк пока не наступили сильные холода это была теплая осень уже была красивая злота листва и мы стали снимать мои шапки в разных локациях на пригорках у воды реки вот ну хорошая получилась съемка мне было неловко его просить за просто так чтобы он не сфотографировал хотя он будет конечно тоже мне просто так и помог я в итоге связала варежки вот он остался доволен своим таким обменом вот эти фотографии которые получил от него я стала редактировать то есть если вы сделали фотографию то ли это фото flat lay на столе то ли это фото на модели нельзя просто взять и выставить в инстаграм всегда нужно дотягивать фотографию по тон по тональности по светлоте по каким-то задним ракурсом может быть вас что-то попало лишнее нужно всегда редактировать фотографии бывает даже я некоторых фотографий обрезаю края либо разворачиваю немного для этого и специальные программы для редактирования иногда я пользуюсь photoshop но это не так часто мне уже это не так удобно потому что часто я фотографирую на мобильный телефон почти всегда вот можно сказать там 99 процентов и все программы для редактирования меня заподгружены в телефон и они там уже редактируются остаются готовы фото которые делал мой товарищ он делал на профессиональной фотоаппарат и в итоге чтобы ее отредактировать фотографии я также скачивала себе на телефон и редактировал внутри телефона то есть photoshop это очень хорошая программа но в рамках такой оперативной редакции когда уже инструменты внутри программы отлажены для коррекции там света тени либо вытягивания тона кожи проще это делать телефон если у вас будет такой выбор то лучше загрузите фотографию в телефон и специальными программами редактируйте там это будет гораздо быстрее в основном мне покупали только после размещения рекламы в инстаграме в директ реклама директ в инстаграме так называется и именно после размещения реклам ко мне приходили покупатели но нельзя тоже бездумно выкладывать фотографии какие-то в рекламу нужно смотреть по тем фотографиям которые вы сделали которые имели наибольший отклик у вас внутри вашего профиля среди тех подписчиков которые у вас уже есть и ту фотографию выкладывать в рекламу вот реклама которая в директ раньше стоило там 100 рублей сейчас тоже есть такое 100 рублей но плюс еще сейчас делали налог на добавочную стоимость то есть вот все дороже в общем реклама в 100 рублей она мне ни разу не приносила продаж там 100 200 рублей не было вот такое где-то по цене ни разу не приносила продаж на эти рекламы ну приходили какие-то подписчики но не было ничего никакого обратного действия обратного поэтому следующему шаг был размещение рекламу в 500 рублей и дальше уже в тысячу и вот реклама в 500 рублей не приносила какие-то вот ответные отклики то есть приходили люди и реклама стоимостью в тысячу рублей она уже имеет более широкий охват и тогда уже приходят какие-то подписчики и даже покупатели очень важно размещать качественную фотографию и интересно интересное предложение очень хорошо кстати заходит даже не фотографии а видео то есть ваша первая картинка в инстаграме не фото сразу видео потому что можно редактировать внутри инстаграма уже какая будет фото на заставке как отпечаток а видео такое размещать который будет рассказывать о вашем изделии то есть у меня есть видео с варежками я просто кручу разворачиваю варежку не торопясь перед камерой вот и все мое видео человек не просто видит вот варежка вот она лежит нет он видит ее движение как мне там была варежка из ангоры как ангора ведет себя на руке как смотрится внутренняя часть как лицевая то есть человек даже ему не нужно листать вашу галерею он просто смотрит на фотографию не включая ни звук ничего если может интересно переходят к вам на страницу ну примерно так у меня состоялся сезон закончился мой сезон вот в марте месяце была последняя продажа после нового года можно сказать не было продаж одна две точно не помню максимум все продажи мне состоялись вот с октября по декабрь даже посередина декабря включительно все больше не продаж не было не знаю почему не особо меня порадовал сезон я думала будет больше какой-то интерес вот в итоге за прошедший год вязальный так скажем за сезон у меня состоялось 18 продаж ну не много не мало 18 продаж состоялось и в наличии у меня осталось 7 детских комплектов или шапок и 30 взрослых ну что я могу сказать что у меня в целом весь мой сезон вот каждый месяц я введу отчет кстати я составляю таблицу вместе в программе excel я туда вписываю все свои покупки которые совершают для своей своей деятельности и продажи и прибыль которая у меня остается с этих продаж и выходит у меня предыдущий год был в целом убыточный он не был не был прибыльный ни разу я не окупила ту пряжу которую явку приобрела в предыдущем году посмотрим что будет в следующем году но еще случилось такое событие что в инстаграме ужесточились условия и размещение рекламы и ранжирование фотографий контента стало ну как и я могу сказать это и другие более крупные аккаунты все говорят что очень сложное стало продвижение совсем непростое плюс ко всему появилось большое количество конкурентов в этой нише большое даже количество конкурентов с демпингами ценами которые полностью перебивать всю твою цену и клиент не понимает иной раз в чем причина той шапки за 1000 рублей и твоей за 3 я объясняю все это всегда в своих текстах своих описаниях фотографиями тоже нужно свой контент немножко разнообразить и полезной информации извлекательной вот ну я надеюсь на следующий год я не буду бросать свою деятельность единственное я уже не буду вязать на наличие в таком большом количестве меня уже есть какое-то количество выполненных аксессуаров на продажу также я сделала свой сейчас уклон на описание на на описании на youtube на готовые мастер-классы посмотрим что из этого получится я стала осваивать площадку раблеры кто знает там исключительно описание там не продаются изделия я ссылала там свой аккаунт вот буквально в этом месяце в марте и выкладывала там свои тоже работы свои проекты перевожу описание с русского на английский там есть формат в двух режимах в двух языках и ну пройдет какое-то время я тоже расскажу итоги своего прошедшего года наверное мне кажется нужно подводить итоги такими крупными датами единственное сейчас наступает у нас весна-лето в европе это еще теплее поэтому вязаные из шерсти изделия конечно мало кому интересно поэтому нужно ориентироваться на какие-то легкие пуловеры какие-то кардиганы может быть шляпки да некоторые девушки вяжут шляпки соломы примерно так я наверно солому не буду осваивать я все хочу связать что-то из махера из легкого такие паутинки вяжутся но сейчас я уже не хочу хотела связать но свитер я все-таки хочу связать какой-то пловер посмотрим вот сейчас себе митинги думаю может быть наверное нужно еще митинги попробовать предлагать покупателям потому что в принципе да как раз на весну на вот такое время года когда руки еще между от ветра и хочется их утеплить и в принципе они могут быть интересны да по инстаграм не знаю как будет в следующем году реклама в директ стала дороже она причем еще стала менее эффективна то есть помимо повышения цены еще охватывает меньшее количество людей это очень дорого получается очень даже невыгодно ну я не знаю как бы следующий год я честно говоря надеялась следующий год и теперь понимаю что так долго продолжаться тоже не может такие эксперименты когда ты вкладываешь свой свой деятельность свой бизнес деньги у тебя первый год он прошел в убыток следующий год если пройдет в убыток то это будет получается просто дорогое хобби да которое ну не прибыльно совсем но я пока не сильно отчаиваюсь надеюсь на следующий год буду выкладывать видео на youtube мастер-классы все собираюсь связать бине и никак честно говоря не дадут руки все занято чем-то другим если у вас какие-то возникли вопросы пожалуйста пишите под этим видео я сразу сам отвечу все что я что-то узнала за предыдущий год я знаю что много девочек интересуются такими вопросами вот пишите спрашивайте если вам понравилось мое видео пожалуйста ставьте лайк подписывайтесь на мой youtube канал здесь я выкладываю много интересного как мне кажется вязальной тематики около вязальной вот про продвижение фотофоны как вязать с чего вязать стараюсь рассказывать все что я знаю поэтому спасибо за просмотр и до следующих видео пока пока